Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Брейкданс — слово, которое для кого-то является просто увлечением, для других это свобода, для кого-то стиль или даже смысл жизни. Поэтому очень важно для погружения в эту культуру поговорить с человеком, который не просто что-то прочитал, как я в интернете, а вырос в этой культуре. У нас в гостях Денис Солохудинов, руководитель студии брейкданса в ритме улиц. Денис, привет. Доброго времени суток, Денис. Доброго времени всем, кто сейчас нас слушает и смотрит. И смотрит, самое важное, да. А, собственно, зачем мы пригласили тебя к нам в эту уютную студию? Завтра, 11 марта, состоится отборочный этап на республиканские чемпионаты первенства по брейкингу «The North Battle Мирный». Звучит солидно, серьезно. Что это за чемпионат такой? Это чемпионат с довольно богатой историей. Если мне не изменяет память, он будет проводиться уже в 17-й год подряд. Мы неоднократно выезжали на этот чемпионат в Якутск с двумя разными командными составами. Первая наша поездка была в 2011 году, вторая в 2014. Ну, конечно, никаких наград привезти тогда нам не удалось, потому что уровень противников был довольно серьезный. Но зато мы привезли с собой много опыта, много новых идей и просто завели полезные интересные знакомства, которые по сей день нам помогают. И, собственно, вот одно из таких знакомств теперь помогает нам провести этот отборочный этап уже у нас здесь, в Мирнинском районе. Вот, так что будет жарко. Ну, это вот как раз-таки отбор будет, отборочный тур 11 марта. А сам чемпионат когда состоится? Сам чемпионат состоится 26 марта в городе Якутск. Мы очень надеемся, что у нас получится свозить туда хотя бы человека 4 самых отборных, самых лучших, все-таки и побороться за звание чемпиона республики. Также в этом году этот чемпионат носит довольно серьезный характер, потому что как раз-таки там будут проводить отбор в сборную республики на летние игры Дети Азии, которые состоятся у нас уже в этом году. Ну, то есть 4 человек будет достаточно, в общем-то, да? Потому что не количество, а качество здесь приоритет. Вполне, да. Вполне именно. Лучше меньше, но качественнее. Да, все верно. Ну и вот на отборочные туры, на отбор приезжают гости, да? Вот это целая делегация от союза танцевального спорта Республики Саха в составе лидера брейкинг-движения Якутии Ивана Степанова, представителя команды «Феникс» Петра Черкашина, а также представителя команды «Йо-Кузк», да? «Йо-Кузк». Ну, эксперта по спорту Петра Протодьяканова. Вот тебе знакомы эти люди? Да, конечно. Мы работаем уже очень давно вместе. У нас довольно много обширных планов вообще по развитию брейк-данса, как в целом по Якутии, так и в отдельно взятых районах. В общем, как у нас сейчас зародилась вся эта идея, что нам нужен такой отбор, что нужно теперь собирать танцоров не конкретно там вот только по якутску, а вообще собирать самых лучших со всей Якутии. Дело в том, что в начале марта мне абсолютно внезапно поступил звонок от Степанова Ивана с предложением полететь в Хабаровск на региональный дальневосточный чемпионат по брейк-дансу от Федерации танцевального спорта и включили меня в сборную Якутии. То есть съездили мы довольно плодотворно. В общекомандном зачете мы привезли с собой четвертое место, чем самым заслужили право участвовать уже теперь на российском уровне. Также среди детей наш парень взял бронзу, и среди мужчин категории 19+, мы забрали золото. Вот. И для первого раза это очень хороший результат. Ну и, собственно, во время этой поездки мы и пришли к решению, что сейчас нужно развиваться не сколько нам самим, сколько все-таки готовить более юных молодых ребят, потому что там еще танцевать и танцевать, в общем-то. А более юных это с какого возраста? От 7 лет. От 7 лет? От 7 лет, да. 7, примерно от 7 до 14. Вот самые такие сейчас ходовые возрастные категории, на которых нужно сейчас сделать уклон и развивать их. Потому что это наше будущее. Ну вот и следить за уровнем подготовки участников будет судья Иван Форовин, он же Иван Степанов. Да, вот. Насколько он строгий судья? Не могу сказать об его строгости. Он, скорее, очень справедливый судья. Он, так же, как мы уже и сказали, да, не понаслышке знает вообще о том, что такое брейкданс. Он посвятил этому всю свою жизнь, насколько я знаю. То есть тоже с ранних лет он начал этим заниматься и по сей день. То есть ему больше 14 лет? Однозначно. Однозначно. Наверное, раза так еще в два. Вот. Ну и тем более, так как мы в Хабаровске довольно плотно пообщались с судьями, которые там были, представлены от российского уровня, узнали очень много полезной информации вообще, как сейчас проходит, по каким, вернее, критериям сейчас судят танцовщиков. И будем стараться опираться именно теперь на эти критерии, чтобы нам было проще подготовить ребят уже к серьезным битвам от Федерации танцевального спорта, то есть именно на спортивном уровне. Ну, кстати, это тоже интересная такая тема, то, что брейкданс, это же батл. Да, сам как бы любое выступление участника, оно уникально. И вот по каким критериям оценивают, вот именно непосредственно, по каким? Критериев на самом деле довольно много, но основные критерии это быть музыкальным, быть оригинальным, ну и, наверное, все-таки быть максимально, как правильно выразиться, театральным. То есть не просто выходить и танцевать, глядя в пол, а непосредственно контактировать все время со своим противником, контактировать с залом, и это дает тоже свои плюсы, и в целом поднимает общее настроение на таких чемпионатах. А вот непосредственно в отборе, да, нужно будет показать себя. И как это? Изначально все это продумывается в голове или же рождается непосредственно вот уже на танцплощадке? Это индивидуально абсолютно для каждого танцовщика, то есть кто-то работает практически всегда на импровизации, да, он не запоминает просто тех связок, которые придумывает, ему гораздо проще собирать это все на ходу. Есть те, кто готовит там небольшие заготовки, да, и начинает это делать в перемешку с импровизацией. Есть и вовсе даже ребята, которые на блокноте записывают все свои связки, что, где, как делается, и просто опираются на это в блокноте. Да, да, да. Вот, поэтому тут уже крайне индивидуально, кому как удобнее с этим работать. Ну ты как опытный наставник, наверное, знаешь, что получают дети, вот какой кайф, какое удовольствие от этих баттлов, или наоборот, там стеснение, зажимы, или они как-то раскрываются по-особенному? Вот скорее я могу сказать и по личному опыту, и глядя даже на своих учеников, баттлы очень помогают раскрыться, то есть они приходят туда, и даже если они не участвуют в самой турнирной таблице, да, просто пришли посмотреть, хорошо провести время, потанцевать, выйти в кругах во время перерывов, они начинают уже мыслить совсем по-другому, и начинают понимать вообще, зачем они это делают и для чего им это нужно. Поэтому это бесценный опыт поучаствовать в любом вообще чемпионате, даже если ты ничего не выиграешь. И вот мы сейчас говорим в ходе беседы, мы говорим как будто о мальчишках, но ведь и девчонки тоже танцуют. Да, у нас уже заявилось на участие две девочки, собственно, это две мои воспитанницы, и я очень рад тому, что вообще они у нас есть, они дают такую свою изюминку нашему коллективу, и это здорово, это прям классно, и думаю, что, скорее всего, кто-то из них вполне полетит, наверное, в Якутск, чемпионат. Биться, да, уже на республике. Ну а хореография как-то отличается, брейк-данс, от мальчишечего и девчоночего. Но тут нужно смотреть вообще на характер ученика. Или нет, не так, может быть, сложнее им дается, или наоборот, есть какие-то преимущества. Примерно, я бы сказал, что на равных. То есть, когда приходят на тренировку мальчик и девочка, они получают абсолютно одинаковую программу, и я бы не сказал, что девчата там где-то в отстающих ни в коем случае, а где-то даже еще и гораздо круче топят, чем парни. Ну, в телеграм-канале Миринского района в одном из пресс-релизов указано, что брейк-данс это популярное направление в Миринском районе как раз-таки в начале нулевых непосредственно. Согласен ли ты с этим? Или же наоборот брейк-данс, как и тогда, и сейчас имеет успех среди молодежи? Или все-таки уже не в таком широком смысле? Ну, с двухтысячных я мало, конечно, могу сказать, судить именно о двухтысячных, потому что сам я начал заниматься брейк-дансом только где-то в 2007 году. И вот эту начальную эпоху я уже не застал. То есть к тому времени те, кто занимался здесь брейком, они практически все уже разъехались, именно старшие ребята, и оставалась только совсем молодая команда, там, из ребят по 13-12 лет. И тогда вот я пришел к ним, начал с ними заниматься, потихоньку развиваться сам, где-то подучивать уже их, чему-то учиться у них опять же. Вот. Ну, и могу сказать, что, наверное, сейчас это прям такой, без преувеличения скажу, сейчас мы дошли как раз до золотых страниц истории брейкинга, по крайней мере, в Мирнинском районе, потому что столько внимания брейкингу еще не уделялось никогда, сколько вот уделяется сейчас и будет уделяться. Ну, это потому что способствуют и такие чемпионаты, да, вот, которые как раз-таки пройдет в Якутск. Вернемся к нему, и, наверное, у участников, да и, наверное, у руководителя, должен быть какой-то стимул, призы. Что за призы? Может быть, какие-то сертификаты или там прохождение каких-то мастер-классов? Ну, конкретно по нашему событию, которое вот состоится у нас буквально уже завтра, помимо наградных дипломов и медалей, также мы будем обсуждать уже сегодня на собрании возможность спонсирования победителей на выезд в Якутск на республиканский чемпионат. Поэтому я считаю, это довольно достойная награда и надеюсь, что у нас все получится, нам помогут, вот, тем более мы не так часто просим, в принципе, о помощи. Вот, конкретно говоря, о призах уже в городе Якутск. Честно, я пока сам не знаю, что там будет. Ну, помимо медалей и дипломов, да, интрига. Но могу сказать, что, опять же, помимо подбора сборной на Дети Азии, будет, в принципе, формироваться сборная республики для выезда уже на Россию, на регионы и другие республики. Ну, и, конечно, наверное, один из главных призов, это бесценный опыт, да, который участники получат. Безусловно, это самое важное. Это, собственно, то, к чему я вообще приучаю всегда своих воспитанников, что вы должны биться не за медаль или грамоту, а как раз-таки, прежде всего, за опыт. Потому что это самое важное. Итак, 11 марта в субботу сбор участников во Дворце культуры «Алмаз» в 14 часов, церемония открытия в 15 часов. Делегация из Союза танцевального спорта республики Саха будет присутствовать. Ну, и мы, конечно, желаем вам удачи, замечательного отбора, чтобы набралось такое количество людей, классных ребят, которые потом в итоге покажут себя и, конечно же, приедут к нам обратно уже не с пустыми руками. У нас в гостях был Денис Солохудинов, руководитель студии «Брейк-данса» в «Ритме улиц». Спасибо, что пришел к нам. Всем хорошего дня!